Мы с Татьяной, как пиарщики, на этом проекте у нас был потрясающий опыт работы, мы увидели, как могут работать журналисты, потому что в какой-то момент мы уже отчаялись и думали, что совсем все плохо, никто ничего не хочет, никто никуда не поедет, кто поедет ночью снимать в аэропорт, но мы увидели, что и ночью в аэропорт, и хотят, и делают, и даже когда говорят, потому что, например, моя самая большая трагедия была в том, что когда в аэропорту вышли и сказали, снимать запрещено, потому что Катерина Данёк попросила не снимать, она уставшая, у нее был двойной перелет на нервах, пожалуйста, не снимайте. Все послушно сняли камеры и вышли, я подумала, что такое, друзья, где газета Live News, почему никто не снимает, почему все такие послушные, почему все уходят, почему никому ничего не нужно. На самом деле все ушли, но все сделали материалы просто с другой стороны. Как с другой стороны, без картинки, без лиза. С картинкой, шикарной картинкой, все сняли, все, кто хотел, все, все сняли. И все остались, и все сняли, и все-все сделали, и даже приехали блогеры, и даже приехали поклонники из Омска. Да, на самом деле больше всего мы приводим в пример, знаете, что на пресс-конференции было два замечательных случая. Первый, это девочки из парка бабочек, которым просто очень сильно надо было подарить Катерин Данёв эту бабочку. Мы их шпыняли два с половиной часа, до этого мы шпыняли их еще по почте, по электронной, два дня. Понимаете, им очень надо было подарить эту бабочку, и они ее подарили. Они пришли. И был еще мальчик, самый главный, по-моему, уральский фанат, прекрасный молодой человек, который сначала просто вынес мозг и печень Тане в интернете, потом меня заставил из рыжей превратиться в седую, потом все-таки я сказала, ну приходи уже на эту пресс-конференцию, но я думаю, надо его прощупать, чтобы у него не было никакого тротила или еще чего-нибудь с собой, потому что он выглядел очень маникально настроенным, но в итоге он вообще сделал всю нашу пресс-конференцию дико позитивной, когда посередине всех вот этих вопросов про какую-то гнилую политику, он просто встал и сказал, я никто, я ни с какого издания, меня зовут Такт, я просто ваш самый большой фанат. Я хочу вас сказать. Да, и в итоге она вышла, и она позвала его самого сфотографироваться с собой. Она его позвала с собой в Париж, увезла. А, кстати, где он? Его никто не видел с тех пор. Он, наверное, улетел с утра с Катрином Даневым. Скорее всего. Какие-то еще вот такие вот положительные моменты, которых вы не ожидали, а они вдруг бац и произошли. Посещение музеев. Посещение музея ИЗО. Полтора часа она слушала экскурсию, задавала вопросы, реагировала. А что она там, вот я фотографию видела, она там расписывается, как в ЗАГСе, в книге. А, то есть она отзывы просто оставила. Отзыв, оставила отзыв. Ей понравился наш музей ИЗО? Да, ей очень все понравилось. Во-первых, у нее была прекрасный экскурсовод Людмила Бодрина, которая ей личный контакт, вы понимаете? Она говорила на французском, экскурсовод. Да, Людмила прекрасно владеет французским языком. И даже переводчик, которая ходила с Данев, сказала, я буду водить к тебе экскурсию. Угу, французский. Да, и было видно, что, во-первых, она давала себя фотографировать. Там. Со вспышкой. Хоть как. Но она выглядела прекрасно на всех фотографиях. Да, все верно. Дело в том, что, на самом деле, она все время позволяла себя фотографировать, судя по тому, что съемки-то есть вообще отовсюду. То есть на словах запрещала, но при этом не закрывалась, не кричала, уберите камеру. Понимаете, в чем дело? Это было сделано для тех, кто не хотел работать. Вот говорят журналистам. Сразу отсеять всех лишних. Абсолютно. Ах, не надо все. Абсолютно.